Часть чего-то находится у края или, ну, вот, края чего-то. Сам язык украинский — это диалект русского языка. Он очень похож на русский язык и имеет те же смысловые значения. От Воронежа до Киева всего тысяча километров. И вот легко отследить, допустим, по языкам. Я наполовину украинец, и всю Украину объездил вдоль и поперёк. Вот, это легко отследить. Вот как от Воронежа до Киева идёт, как меняется плавный диалект. Русский переходит в язык, в украинский. Вот мы все люди, люди-то мы все русские. Почему они так радуют сейчас, да, украинский язык вот за этот? Они прям беснование какое-то. Мы же все один народ, почему они так бесятся? Вы не слышите, да, Евгений Алексеевич? Я слышу. Я слышал, что Жириновский объясняет. Эти, когда захвачены были Польшей области, они наставили на польском языке. И у них, говорит, смесь русского и польского. По исхождению украинского-то языка откуда? Я вот ехал однажды в поезде с восточными украинцами. И они говорят, что мы не понимаем, мы трудно понимаем западных украинцев. Понимаете? Они даже друг друга с трудом понимают западных на сток. Да, без икеи говорить это. Тут все, все на духовном уровне строится. А это все какие-то там, вот это нам мешает там, без их. Это такие глупости, о которых и говорить даже не стоит. Определенно, четко дана человеку задача. Спасти не жизнь, а душу. Вот отсюда надо исходить. Ты, может, совсем не разговариваешь, можешь спастись. Лишь бы не выходили из себя слова и мысленные, хулительные, противные, сеющие раздор и зло. А сегодня что говорят? Веры-то никакой нету. Матерь русских городов, Киев перечисляют. Ну, веры-то никакой нету. Совсем нету. И нигде ни в одном месте я не увидел, чтобы как-то по вере поступали. Этот Майдан особенно он высветил. Сейчас в Крыму, в Одессе. Как обыкновенные, мирские люди. У каждого своя какая-то задача. И они ее выполняют насильственным методом. Это коммунисты так делали. У тех уговоров, переубеждений никаких не было. Слово не действенное. Они не евангельское проповедие. Ереси всякие на Украине. Оттуда все ползет. Какая бы ересь, харизматия не пришла на Украине, они ее сглатывают полным ртом. А почему? Они не обеззаражены. Они не крещены уже целое столетие. Мощеные все по-католически. Один-то раз договорите до конца. Причину-то надо найти. Нету благодати. Вот у нас Сибирь, далекий край. Больше половины священников с Украины. Они работы-то не хотят. С батюшкой идет. Его в диакону руку положили. Мой брат родной, отец Аким, его спрашивает. Ну ты вот сейчас, как диакон-то, надо проповедовать Евангелие. А шотца за книга. Он не знает. А зачем же ты-то приехал сюда заробить гроши? Гроши заробить. Они заразили все здесь из пакостили с Украины. Священники. Они не имеют веры. Я вот сколько с ними говорил. Редко которые. Все страшно, чтобы его не тронули, не убрали там перед архиереями. Какой бы архиерей не был перед любым. Любым они не годится. Противно даже. Вот сколько у нас здесь было, где восставали русские. Это их среди них нету. Припугнули где-то, сказали. Ну, мирские люди. Совершенно мирские. Чтобы нормально было в семье. Как нормально достаток. Все остальное. Театралы. Я-то говорю, то что я вижу здесь. Вот с Украины приехал тогда Антоний. Он целую команду привез этих своих, причинталов. А представьте, когда все у нас благочестивые, с бородами, эти выходят. Рожи толстые, все бритые. Ой-ой-ой. Как из публичного дома вылезли. Ну, а дальше еще такой хвост за ними идет. Пожирают друг друга. Каждый бьется ближе к архиерею. Да не то, что вера. Человеческого даже нету. И вот посмотришь, какие имена у них у всех. Фамилии. Откуда они идут? Даже этот диамид поднялся. Дзюбан. Это же не православное. То есть не русские. Оттуда это идет все. Я не против. Ну, главное-то сохраните веру. А веры-то нету. Одни мощи. Вот на одной, говорится, на одном гнилье. На одних трухлявых динозавров. Вот музеи надо строить. Что-то елки привезли. Никогда у нас этого не было. Новый год, а тут прямо на паперти елка, в церкви елка. Торговля была. Один ящик. Сейчас три ящика в храме. Это все они принесли. Их ставят. Вот священники, вот некоторые говорят, что христианину полезно, как говорится, и для души полезно заниматься политикой, вникать в политику. Вот другие же, наоборот, их воротит от слова политика даже. Вот полезно вообще христианину политически грамотным быть. Это никогда не помешает знать, и общий результат тот нигде не вмешивается. Я просто задаю вопрос. Скажите, во времена Иисуса Христа слово политика, вот как Ульянов объясняет, это умение управлять государством, искусство управлять государством. Я от бесконечно большого к бесконечно малому веду методом дедукции в обратном направлении. Государство состоит из регионов, умения управлять государством. Регион состоит из городов и сел, искусство управлять городом, селом, там дома, искусство управлять домами. В конце концов, искусство управлять одним человеком, из чего состоит государство. Но этому-то не учат, совсем не учат. Он выходит и Листовки Малютинские Я так уж называю Они мстительные Вот здесь у нас были которые Из Белоруссии, они одинаковые, все зараженные Войтович Сейчас его сын здесь Мы собирались Священное Писание изучать Он в списке все узнал, все подал в КГБ уполномоченному И при том, когда зажали, он и не отрицает Вот идет У меня знакомый Он тоже Толстенко Нет, он Толстов, кажется, был Володя Ну, долго на исповеди И он дал указание Тут четыре священника, которые со мной знакомые Никого на исповедь не принимать Только он будет принимать То есть сысное бюро Он подходит к другому священнику А он не принимает, я не могу Отец Николай сказал только к нему Ну где это обидно-то? Да ты ж мой духовник-то Нет, он его сломал уже Все Да какая это церковь-то? Это пятый отдел КГБ Ну, он в соседней деревне Стольменке Он к нему ушел и стоит И стоит Ой-ой-ой Что исповедует там? А парень-то живет Не с бабами, не знает Не курит, не пьет Ну, простой-простой деревенский А сам здоровый такой богатырь Вышел я его спрашиваю Молодя Ты не тайный какой-то А просто так скажешь Чего так долго был-то? Да тесть Николая все спрашивала Игнатий говорил нам Или не говорил Голосовать, ходить Это при советской власти Ты голосовать, я не говорил, не ходил Это уже уголовное преступление Да не говорил Ну, не говорил, а почему же не голосуете? Ну, это исповедь? Ну, какая же это исповедь-то? Вот этот Спиридон был, он архимандрит потом В Бурятии, везде до революции И он-то с заключенными работал И один говорит Я маленько познакомился там один Ну, были такие народовольства И я маленько там его приютил А потом вижу, они туда тянут Ну, решил на душе неспокойно батюшке сказать Ну, батюшке сказал, говорит Я там не был, говорит, у них Ну, вот принял там, покормил ее И проще Батюшка сразу пересмислил властям А там Петр Первый вел Если политическое преступление Священник обязан открыть исповедь Ну, людей-то от церкви оттолкнули Его сразу арестовали Арестовали и допрашивали только по одному каналу Принимал такого-то? А ты знал кто? Не знал где-то все Он говорит, я не знал Ну, больше я ни с кем не разговаривал С одним попом-то договариваться Больше ни с кем было Накрутили ему лет десять И он теперь там сидит У него семи, кажется, не было Только познакомился с девушкой Теперь все разрушено, гнездо И он там, я, говорит, потерял всякую веру И он теперь его уговаривает Ну, поэтому нельзя Ну, это сто процентов священники были такие Все Когда их рук полагали Они подписывались Сто процентов Ну, еще Ну, ничего Не верят На четыреста семьдесят пять образов в храме Ну, на одной иконой Два, три, четыреста Почему все с бородами? Да чего ты бритый-то? С чего? И ради чего ты бряешься? Объясни Он ничего не может объяснить Протопопа вакуум называют Блудодейная ересь Это неприемлемо Мы православные У нас никогда этого не было Тем более рядом староверы Они сразу нас тыщут Староверы разные толка Это Сибирь, это глухомань Куда их ссылали А у них, тем более, здесь Белокринитская иерархия Со священством Ну, зачем? И будет он слушать? Не будет Он меня сразу объявил врагом Все до православия И все, как отборкин Мне интересно Вот Недавно Ну, недавно Может быть, неделя Да еще недели не исполнило Завтра будет неделя Он попросил Один из Подмосковья Люберец Городишко там Выслать В 20-й том Открытым оком Он как-то узнал Что там мои беседы Тайные Нигде они больше Почти неизвестны С Александром Менем Мои личные На дому беседы с ним Ну, что ж Осталось, конечно Там Страница 100 перепечатан Я хочу том приобрести И он его получил И он, этот парень-то Нормальный Все А потом мне он пишет Я вот не совсем С вами согласен Ну, вот И Я говорю Вот Не совсем Его Александр звать К Видимо Хеклер Фамилия Вот Вот А я говорю Вот это Самое главное Для меня Самое главное Что Не согласен Покажи Где не согласен Где согласен Ну, тут все Одинаково Не согласен Если я не прав Я буду исправляться А если ты не прав Ты можешь мне вопросы задать И мы будем одинаково понимать Ну, он Сфотографировал Книгу Получил Я ему письмо Там написал Визитки Я вам показывал Где И вот он говорит Относительно Не согласен Это сегодня Получил Доброго времени В самом деле На 100% Человеку нравится Только он сам Да и то Это по эгоизму Ну, как я могу С этим согласиться Человеку на 100% Только он сам Мне нравится Апостол Павел На 100% Иоанн Все апостолы Святые отцы Я считаю На 100% Ну, еще Каноны Дальше Я смотрю Ваши видео И мне кое-что Кажется странным Вот это я думаю Наконец-то Ну, что Двоеточие О бороде, например О Хотя у меня Материал выстроен О бороде Все местописания Как Бог сделал Тем более Сама природа Учит нас Хотя я сам Сейчас ношу бороду Но вряд ли бы Я стал Как-то говорить Людям об этом Во свете Библии Ну, ты не стал И все Почему ты не знаешь Тем более На нашем форуме Ты можешь Это все взять Это очень И очень Несущественно А мелочность Может отпугнуть Во-первых Он решает Что очень И очень Несущественно И что Это мелочность И она Кого-то Может отпугнуть У него Какие-то данные Есть Никаких данных Нет Когда Над слугами Давида Нас Там Смеялись Вот В это время У них началась Война Война В одном видео Вы указываете Что есть Около 1400 правил В скобках Вы там Даете точное число От соборов Ну По-моему Это Юридический подход Очень Смахивает На форисейство То есть Какие-то он Места Писания Ничего нет Просто По-моему Опять По-моему Второй вопрос И смахивает Вот мне Пишет Священник Я скажу Его даже Фамилию Это в Германии Бондаренко Отец Артемий Писал раньше Потом мы встретились В Германии Из-за крещения Что полное погружение Должно быть Если нет погружения Нет крещения Это все каноны Говорят об этом А ты должен быть Извергнут Я ему привожу Сто Тридцать шесть Свидетельств Это какая Проведена работа Все от корки До корки Из Библии Все от корки До корки Вселенские Поместные Соборы Святых Отцов Все из святых Отцов Это триста томов Я провел За этим Подборкой По одному материалу Ушли десятилетия И я ему Это все выдаю А в ответ он А я думаю Этого ничего не надо Достаточно одной капли Достаточно слюной Или плюнуть Там на человека Видимо Уже Ну не говори Что мочой Помощить Какая разница Вода же бы была Или песком Это говорит священник Имеющий высшее образование Которого десятки раз проверили Прежде чем послать за рубеж И он мне такое говорит Когда я ему Выставил и выслал Сто тридцать шесть Свидетельств Какой разговор Там может идти Не то что не на равных Я должен смотреть На кого На отступников Вот К заповедям Жить по канонам Мне кажется То есть он сам не жил Ни одного дня Невозможным Вот он думает Кажется ему Кажется Крестись И убивающим Свободу Подходом Вот таким То есть у него Свобода Он дорожит И как бы канону Не убили Но я бы надеялся Что человек Ничего православного Не имеет Если человек Живет Духовной жизнью Честно Во-первых Как ты Духовной жизнью Будешь жить Когда ты не знаешь Ни толкования Святых отцов Ни правила Ни канона Ни о постах Не будешь знать В Библии О наших постах Нету Как правильно Креститься Что такое Литургия Причащаться Как готовиться Ты ничего не будешь знать По одной Библии Он думает А что он думает Дальше Изучает Писание Какое Писание Если он знает Что Писанием Называется Библия С большой буквы То как ты можешь Его изучать Без толкования Святых отцов Когда я обратился Я понял Истина одна Ее никто не знает Потому что Там где я обратился Город Венспас Латвийская ССР Там Много было Разных сектантов Я пошел по ним Стал записывать Как понимают Их книги Я понял Друг друга Они опровергают Ну где же истина И мне Бог показал Истина там Когда церковь была неделимая Все с вами Во все дни До скончания века Он и сегодня где-то Но их сегодня 21 тысяча Пойми где Я стал не зводить книзу Когда было их пятеро Думаю Пять уже Вот в пятерых Но где-то Я с вами Во все дни До скончания века Но где И доходясь Я прихожу Церковь единая Одна Вот теперь Мне надо достать То толкование И я понял Это толкование Передается из поколения В поколение Оно сохранилось В православной церкви И дальше он пишет Изучает писание И другие хорошие книги Какие хорошие Если он только-только Пришел Вот если бы ему сказать Вот реестр Не молод ведьма Которая нельзя Хорошие книги Он назовет их Конечно нет Я ему буду называть Хороших поэтов Нацена Он ничего на это не может сказать Дальше Запятая Имеет общение с христианами Под именем христиан Сегодня все сектанты Все еретики Всякое безумие Под христиан подстраивается Общение с христианами И хорошего духовника Ну как ты знаешь Хорошего И когда ты его проверить не можешь Так как писание Ты не знаешь То Вот тогда он пишет То у него У этого Который вот так поступает То есть как он поступает Понимать надо Развивается христианская совесть Вот Если вот у меня будет такое Духовная жизнь Честно молиться Хорошие книги считать То развивается христианская совесть Он не говорит о рождении свыше Где пробуждается Рождается новый человек И совесть Он вообще ничего не знает И чувство А чувство написано Сердце человеческое Крайне испорчено И кто узнает его Сердце человека Глубокие воды Он ничего этого не знает И Таким образом Все И без правил будет понятно Вот хорошие книги считать Встречаться с христианами То есть каких он знает Наших он не знает А по канонам Это будет бесконечные вопросы А зубы можно счистить Перед причастием И так далее То есть это вопрос Который смущает На это указано Не надо счистить Чтобы не проглотить воду Так Я православный Поэтому я все принял Неположенных каплей воды Рот полоскать нельзя Один день-то не умрешь Нет Это бесконечный вопрос А он отполучал Нет конечно И так далее Я может не так вас понял А может даже есть люди Которым только так и подходят Чтоб четко все расписано Был Есть такие инвалиды Малахольные Ну можно сказать безумные Или как Дворкин там говорит Пседоправославные Какие-нибудь сектанты Да и все же Господь наш начальник А не я Господь ваш начальник А не я Ему угодно ваше дело и проповедь Причем тут я Ну тут тогда вообще Не о чем разговаривать Значит Если нет уже Я вас слушаю Ну что с дураком Говорится спроса нет Он меня в этот ряд уже загнал Даже не хотел бы Чтобы вы тратили время На ответ По изложенным Несогласиям То есть Он не ищет А я искал на краю света Я искал где-то толкование Я узнал Блаженный И нигде не мог найти А первый встретил В Клайпеде Литовской ССР Я рассказывал Как Я искал толкование И я наконец узнал Что есть толкование Но его нету Его не найти Я в Клайпеде был Корабль стоял на ремонте Наш корабль Черноморский был Название его И я спрашиваю Где здесь молятся Православные Я пришел А там От поморского Согласия Староверы Старобрятся Бессвященства Ну хороший старик Такой Но он не старик Может быть Теперь я уже старик Против него Ну крепкий Такой бедный мужик Ну может быть Ему было Лет там 45-50 И он меня пригласил Домой И я узнал Что у него Есть толкование Блаженный Феофилакта А у него Две девушки Может быть Они были Двойняшки Но где-то Лет по 17 Вот такие вот Такие красавицы Русоволосые А я почему-то Любил всегда косы Ну любил косы А у них косы Толстые такие В руку толщиной Ниже пояса Я это все заметил Сразу А мне-то 23 года Я на корабле работаю У меня сила Кровь Все есть Но В это время У меня все ушло Когда он дал Я увидел Это толкование Я немедленно Сразу же бумагу И стал записывать Он меня зовет Пообедать Я не понимаю Какой обед Когда я скорее Конспектирую Вот это непонятно Вот это непонятно Матфея Я знаю Что корабль Стоять будет Наш Недолго Еще недели И мы уйдем В увольнитель Меня каждый день Не будут пускать Это корабль Я записываю Я записываю Все Гляжу Девушка Одна прошла Мимо Платье длинное Как они одеты Какой платок Какие волосы Все мне нравится Я это ничего не видел Я просто краем глаза Только видел Они прошли Я в другой комнате И пишу Он видит Что Какого он Привел-то к себе Он сам заглядывает В эту книгу Он ее Может быть и не читал А я Страчу и страчу Я помню Я дошел До 24 главы Евангелия от Матфея И наш корабль ушел Но вот это было У меня Основание У меня уже заброшенное Я должен найти его Дальше я буду В Волгоградской области В Пензе И наконец Я появляюсь В Новосибирске И там получаю Я понял Что есть Не евангелие Только А на 4 евангелия Толкование И дальше Надеяние Это другая книга А кто бы сказал Когда-нибудь Они так Где места Библии Те все по церковно-славянски Я сел за изучение Этого языка Изучил язык Стал переводить Вот что значит Желание И дальше Кто-то бы сказал Что на русском языке Полностью Ты сам издашь Как я издам Да Тысячи экземпляров Тысячи А я-то все Конспектирую Конспектирую И теперь это Конспект Конспект это означает Он конечно Укороченный был Это два тома По 700 Примерно страниц Представьте Я их законспектировал Но Я-то уже кое-что знал И с этого знания Я теперь Смотрел Что непонятно То только брал И когда Мой конспект Я по нему Преподавал Несколько лет Это получилась Программа 4,5 года В университете В университетах разных И люди задают Дополнительные вопросы Там много непонятного Даже то что я даю Я понял Что я-то даю им Своё То что им непонятно Мне было понятно Я не конспектировал Зачем я буду конспектировать Это когда понятно Там мне надо скорее До конца дойти Но это было только До откровения Иоанна Богослова Это особая эпопея будет А теперь-то Вот я её издал Полностью Сам Выделил лужные места Дальше Чёрно-белые Гюставо Доре 104 А теперь полностью 230 раскрашенных Репродукций Гюставо Доре То есть Я считаю И имею Право на это Наше издание Нового Завета Наилучшее За 2000 лет И издать лучше Это означает Только сделать Больше размером Крупнее А остальное Им не сделают Кругление корешка Закладки Бумага Всё сшитое На всетной бумаге На мелованной То есть Я уже разбирался В издательстве Тут я пришёл Во всеоружие Ну и Цена конечно Для меня непосильная Была Нашли люди Которые помогли Выкупить Это Это так Вот как Он-то этого не говорит ещё Ну тратить время Но если найдётся У вас немного времени Далее он пишет Александр То напишите мне Кратко То есть Я вижу Ему это в тягость Как бы вы занимались Проповедью В большом городе При приходе Вроде бы я живу В маленьком городе Это столица Алтайского края 750 тысяч И как бы я занимался А в Новосибирске Как я жил А как в Санкт-Петербурге Как в Москве Когда я был Проповедовал Всюду Дальше он пишет То есть Это он не знает В большом городе Как я в Вашингтоне Проповедовал В Нью-Йорке В каких городах Во всех столичных Киеве Алма-Ата В Фрунзе Там я везде проповедовал Притом перед большим Скоплением людей На стадионах Вот я Мирянин Обычный Поучился Основам Православия Немного То есть Он не запятнан И у него не повреждена У него нормальный разум Чувствую Что надо обязательно Людям попытаться Хоть показать Дорогу К живой воде Спасибо Притом видно Что пишет Это человек хороший Но это уже образец Каким его попы сделали Он оттуда хлебнул Много знать не надо Меньше спросится Вот сейчас Точно так же Какая ситуация Вот это безмозглое Быдло Как его называют Пассионским протоколом То они как раз и лезут На Майдан И защищают И те которые сопротивляются Они одинаковые все Они Бога не знают И я должен об этом сказать Вот вот Я конкретно Маленький разбор То что мне этот Александр написал Я вижу По всему виду Человек хороший Хороший Там не согласия Не нужен Но его таким сделали У него не было ревности И я думаю Почти наверняка Ее и не будет Такой Который мне дал Господь А я хотел все исполнить Так а Богу это надо ли Написано Да не отходит книга сия От уст твоих Но поучайся в ней День и ночь Дабы в точности исполнить В точности Иисуса Новина 1.8 1 Тимофея 4.16 Вникай в себя И в учение И занимайся с ним постоянно Дабы таким образом Спасти себя И слушающих тебя А не так Значит ни себя Ни других не спасешь Мне это было понятно Я это выписал Заучил наизусть И в этом направлении 50 лет иду И я понимаю Церковь православная Это любящая мать И каноны нужны А какие не нужны каноны Я уже сказал Какие не нужны Которые против Евангелия идут Но и они выполнимые Но они касаются не меня А архиереев Там на мощах Строить и прочее Мне они нужны А почему Яща на православной церкви Второе правило 6-го вселенского собора 630 епископов Ну вообрази 630 простых людей И то это много А это епископов Я спрошу 630 епископов Хоть один патриарх В России Видел или нет Не один А за рубежом Никто не видел Никто глаза не видел Одновременно Чтобы было столько Почему Вселенский собор И этот Вселенский собор Второе правило говорит И это собрались Трубы Духа Святого Трубы Духа Святого Вот мое отношение По малой Совсем по малой Знаете Сделайте 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 Чуть колонки А то там Сильно Отражается Так подожди Где мне его взять А вот он Так повторяй Вот Вопрос Вопрос есть Такой Вы Часто употребляете Такую Цитату Для всех Сделался всем Да Вот А вы Однозначно Ее понимаете Я понимаю Так как говорят Святые отцы Я не могу Картус Чтобы он у меня Был здесь Подожди Нет Ну вот Примируйся Где он у меня Отображается Здесь Почему внизу нет Это новая программа Или еще Ну Ничего не может Вывести На два раза Щелкните сюда Ага Вот оказывается Ой-ой-ой Так Теперь Что именно В этом Непонятно В этой фразе Ну вот Смотрите Сейчас Священники Да Есть священники Которые Кто-то идет Там К рокерам Становится Мотоциклистом Одевает кожные куртки Там Закрепки Всякие Вот Кто-то становится Металлистами Барабанщиками Тяжелый рок Играют Кто-то там Ботами Становится Идут на кладбище С ними Садятся там С сатанистами Вот И проповедуют Евангелие Как вы считаете Они сделали Для всех Ни всех не сделали А он никто Он ни для одного Не сделался Не сам для себя Я просчитаю Как это выглядит Конкретно Первое послание Коринфянам Девятая глава Давайте посмотрим О чем Павел говорит Из рамков Не будем выходить По порядку Девятнадцатый стих Восемнадцатый За что же мне награда За то Что проповедуя Евангелие Благовествую О Христе Безмездно То есть даром Не пользуюсь Моей властью Благовествование То есть благовестник Должен жить У него-то все должно быть Но Павел этого не делал Я за благовестие Еще копейки не получил За пятьдесят лет Ни десятину Ни с кого не Ибо будущее Свободен от всех Я всем поработил себя Дабы больше приобрести Эти которые Рокеры там На мотоциклах Они нет С наркоманами там вместе Двадцатый стих Для иудеев Я был как иудей То есть речь идет о вере То есть они Еще считали Что в Ветхом Завете Необходимо соблюдать Вот эти правила Чисто-нечисто Павел говорит Я соблюдал И взял издержки За то что он был Назареем Теперь надо Остричь волосы А для чего Запитая Что приобрести иудеев Тимофея обрезал Иначе бы они Его не приняли Понятно Это не рокеры Для подзаконных Был как подзаконный Которые были под законом Моисеевым то Что приобрести подзаконных Он расшифровывает это Дальше Для чуждых закона Которые не знали Как чуждый закона Не будучи чуждый закона Перед Богом Но подзаконен Христу Чтобы приобрести Чуждый закона А где чуждый закона Язычники Которые пришли Не зная Моисеева закона И он с ними Поступал И ел И пил Для немощных Был как немощный А какие немощные Немощные считают Что можно есть овощи Я вот бывал Когда среди Адвентистов Они Не пьют Чай Кофе Какао И в мой рот Это никогда не попадет Раз и навсегда Я понял Дальше Я узнал Они не едят мясное Мясо свиньи Там кролика Я вообще отказался От всякого мяса 50 лет в этом На Кале прожил И что И ничего Я живой Я сделал совсем для всех Чтобы приобрести Что пришли Да пришли Меня слушают мусульмане Они меня свиноедом Не назовут Дальше Для немощных Был как немощный Чтобы приобрести Немощных А какие немощные Он я сказал Кто немощные Немощные ест овощи Это староверы Для всех Я сделал совсем Чтобы спаси По крайней мере Некоторых И он кого перечислил Вот это все и входят И сие же делают Для Евангелия Чтобы быть соучастником его Не знаете ли Что бегущие на ресталище Бегут все Но один получает награду Так бегите Чтоб получить Результат Все подвижники Воздерживают от всего Те для получения Винца тленного А мы нетленного И потому я бегу Не так как на неверное Бьюсь не так Чтобы только бить воздух Рокер на мотоцикле Там воздух рассекать Но усмиряю Порабощаю тело мое Дабы проповедуя другим Самому не остаться недостойным Вот и все Я конкретно показываю О чем говорит апостол Павел Я это выразил В определенной системе Вот приходит община 450 человек Баптисты Они готовы принять все Мы садимся за стол переговоров Я еще у епископа не был И скажите Вот вся община С вами чтобы было согласно Давайте собирайте Будем беседовать Со всей общиной Скажите Что вас смущает В православии Вы приняли Да приняли Без канонов Без правил И без рукоположения Без толкования Нет церкви Они согласились Все с этим Но нас кое-что смущает Давайте выражайте Ну вот иконы Вот перед ними Служат Кодят Перед ними Целуют Неужели нельзя Без икон спастись И вот путешествия по храму Прогулка по храму Сысоев Данил Он возит Рассказывает их Я бы никогда не стал делать Я сказал бы Иконы Вам не нужны Но не называйте их идолами А если вот Они будут выше висеть Вас смущают Просто как картина Они говорят Нет Я говорю Ну пожалуйста Пусть будет так Тем более у Баптистов Сейчас рисуют Прямо в новых молитвенных домах Договорились Договорились Нигде указания нет На то чтобы целовать иконы Им служить Владимирская икона Казанская Там Конца края нету Ты даже Может быть и не знаешь сколько Я тебе скажу 370 икон Которым надо праздновать А Дней то в году меньше Вот и все Так их больше Они еще не все В календаре напечатали Я говорю Еще что А можно чтобы Когда Рукоположение Это главное рукоположение На первом месте И они меня спрашивают Старший пресвитер сидит здесь Ну вот меня не рукоположат Я говорю Они вас не рукоположат сейчас А можно Чтобы мы были Вот без этой одежды Вот на рукавнике Перевязывать А они вас сильно смущают Ну как-то люди Может постепенно ведем Ну а вы против не имеете Это вы не считаете Что это Это жертвенно Или что-то Да нет конечно Я переговорю Считаю что без этого можно Дальше они говорят Ну вот особенно против Это мощи У нас никак это не приемливо Прикосновение К мертвому Оскверняю человека Библия это говорится Говорится Прах ты и в прах Возвратишься Говорится Говорится Ну зачем нам мощи Когда я живу И что я буду говорить С иконой С образом Допустим Мой отец рядом со мной Еще на портрет буду смотреть Я на него буду смотреть Я Христа ощущаю Зачем мне икона-то нужна И так же самое с мощами Я говорю Не нужны Мощи вам не нужны Но вы нигде Только не поносите Не называйте Идолпоклонниками Да нет У нас народ хороший И где это Это на Украине К слову сказать Дальше они начинают Еще что говорить Я говорю Ну вот У нас 77 книг У вас 66 Да мы уже не раз Думали об этом Такие хорошие книги Я говорю С этим мы уже Уступить не можем Но если уже есть У вас упертые такие Не навяривайте Без 11 книг Они спасутся Еще что смущает Ну вот у вас Причастие как-то Ложечки Господь же дал Отдельно хлеб Отдельно вино Сказал тело мое Можем мы так будем Причищаться Я говорю Так причищались Во времена златоусты еще Но люди тогда Стали приходить С золотыми сосудами Золотые делали Чтобы положить Златоуст говорит Рука дороже золотого Берите прямо в руку В ладонь Еще сегодня Священник Он со страху помрет Как так в ладонь Они не знают Православия Сегодняшняя попытка Они его не нюхали Я разговариваю Конкретно Со мной 450 человек сидит Готовые Я говорю Я буду До конца хлопотать Ну Ходотайствовать Но я не знаю Как это будет А можем вот эти посты Чтобы у нас не соблюдали Я говорю Они не евангельское устроение Но апостольское правило Говорит 40 дней Великий пост Среда и пятница Это обязано уже А остальное На ваше усмотрение Да мы поговорим Ну и что там есть Вы еще боитесь Вы еще советуете С плотью и кровью Я буквально Все вопросы утрес Они еще В баптистском Молительном доме сидят Против меня Недавно выступил Не против Он за кулисами Этот Отец Олег Синяев Вот И Олег Синяев Говорит так Татьяне Татьяне Она с Артисом Бывшие Это Валентины Община Лапкина К сожалению Находится в расколе А у меня дома был Знает Я его в больнице посещал Он вот в расколе Что он понимает Даже буквы В в расколе То нет В в расколе А сам был в зарубежной церкви Он авантюрист Так проблема Этого Удивительно успешного Миссионера Заключается в том Что он нарушает Главное правило Миссионера Это он ей говорит Оно попало Все ко мне Я это взял уже с интернета Потому что она На мать нападает И прочее То есть Удивительно успешного Миссионера А он Я его считаю В патриархии Один из самых лучших Не назову его Успешным Не удивительным Как он меня называет Но он по Библии беседует Я сказал С такой утром Я бы на народ Не вышел никогда Пока бы не снял с себя это Ужасно просто Не боится Сам над собой Даже подтрунивает Но это хорошо Дальше Двоеточие Какое я нарушаю Главное правило Миссионера Я так остановился Интересно Я спросил Какое главное правило Миссионера Главное Для всех Сделать со всем Чтобы приобрести Некоторых Не тут то было А вот Стеняев Он настанал И говорит Уметь Расставаться с людьми Которых он привел К Богу Я так и ахнул Не считая дальше Я знаю То есть Он думает Что кто-то пришел Но никого нет Он общину создать не может У него проходной двор А у нас община Община Притом не в одном городе Люди новые Если бы я В патриархию не вел У меня бы было Минимум Минимум Ну Пятьсот общин Это я абсолютно точно скажу Я людей направляю туда Где им голову отрубают И попы сразу против меня наставляют Такого проповедника Нигде не было Так безумно поступал бы Как я Привозить людей Ко Христу И отправлять в то место Где меня ненавидят Где сразу их отравляют И убивают Я говорю про патриархию Сталинско-Бельевскую Более безумно Никто не поступает И я то Не по уму поступаю И туда направляю Но я по другому не могу Я бы был Сагафангером Сихоном Архиепископом Но я не могу и туда пойти Почему у них первое правило Признать Безблагодатность Московской патриархии А я этого не могу признать Я признаю их благодатным И подхожу И причащаюсь И по первому чину Приму патриарха Во мне несовместимое Почему Потому что я слушаю Голос Божий На каждой молитве И дальше Уметь расставаться С людьми Которых он привел Богу Ну вот это да А как расставаться То есть терять их Навсегда Дальше он обо мне говорит Он явно перепутал Такие разные служения Как миссионерство И духовничество Я родил благовестование Мы сразу должны Его ударить Оттолкнуть И духовничество Он имеет ввиду Давать совет Это безбожие просто Я посмотрел Вот в этом Ей объяснение Он себя проявил полностью Что патриархия Его сожрала Там ничего больше Кроме утробы Может и нету В результате Возник театр Одного актера Это я В одном лице Где его Никто не может Воспринимать критически Меня не могут Да нет человека Который на меня Не плевал бы Не сморкался В скобках Что совершенно необходимо Так как через него Люди уверовали в Бога Подобная ситуация У отца Георгия Кощеткова Ничего подобного нету И мы Ну никакого общения не имеем А у Георгия Кощеткова Община большая А у него У Синяева нет никого И он вывел это За основное правило Понимаете Вот все человек Гнет под себя Я говорю Вот если бы Патриархов Патриарха-то допускали Мирянина-то Я поставил бы условия Которые Патриарх бы не прошел Я бы написал Свои качества Глухой Слепой Беззубый Коленки больные А когда он Когда это говорит Он Синяев Синяев когда Ну число Я не могу сказать Когда Но Это он Которая Валентина Сортисон Заходит Это ее родная дочь Я И она дальше Это в интернет Просто заведите Это в этом году Или в прошлом В прошлом В тринадцатом В тринадцатом Это точно Вот И она к нему Как-то на него вышла И обратилась Я когда Валентине-то Послала Она не знала Что дождь ее За кулисами Такой Она говорит Я столько плакала Ну что ты переживаешь Их попы Такими сделали Он Когда был здесь В городе Каинск Новосибирской области Он там был Пресвитером Его руку положил Кажется Валентин Русанцев Потом ставший Митрополитом Но он Приехал в Потеряевку И мне говорит Главный собор Он один был В Барнауле Хотите Мы его отобьем Он будет ваш Я так ахал Это что Да это уже не провокатор Просто Это Ваххабит какой-то Приехал ко мне И у него такие идеи Он дорогой начал говорить Вот такие вот Но не про духовника Он не говорил Я вижу У него целая система Выстроена И он любуется этим Я говорю Отец Олег Это неправильно Как неправильно Он другим Значит многим говорил Я в течение Там полчаса Полностью Не оставил ему Даже щепок И он согласился Как же меня так занесло Спасение такое Что-то там От Хараповицкого взял Я говорю Скажи А как ты понимаешь Что мы отбили бы И что бы мы стали делать Народ-то вчера Что-то пойдет в храм Я его не могу запереть Они невозрожденные Надо начинать Во дворе Это провокатор И вдруг он бросает все Его заново Перерухополагают Ой-ой-ой Сколько он возился Тут с людьми И он отрекся от всего Махнул туда Патриархию Патриарх с ним поговорил Ему дали место И он делает Ну вот и все Ты ему уменьши рацион Сделай его примерно Раза в два Меньшую По весу И там будет все по-другому Он меня судит Но Вынужден сказать Необыкновенно Успешный Как Андрей Курай Сами знаменитый Верят они в это Или не верят Но у них с языка Это срывается А меня спрашивают А вы себя таким считаете Кто я Да даже смешно Ко мне приходят Вам надо пищать от стихии Вы там поэт Кто я Я за живот готов схватиться Мне нельзя смеяться так Но Какой я Я На безрыбье рак рыба Есть поговорка такая Только и всего По большому-то счету Я не проповедник Хотя Я осознаюсь Да я проповедую Потому что я Говорю то что написано Мне Бог дал память Да это Опять же это не мое Я проповедую Евангелие Совершенно Не взирая на никакие лица Вот они делают Сейчас благословляют Вот войск В Украину У меня свое мнение Основано на Библии Я показал его Нам нужно каяться Не давить никого Мы дали дурной пример Украине и всем И поэтому мы получаем Возмездие за прошлое Что делали наши отцы Голодоборные революции Устраивали то Что там Ленин делал Другие Сталин Что Хрущев делал Вы Маленько вперед шагните Как в Чечне Что Ермолов делал Поэтому мы получаем Должны Должны со смирением Сказать По грехам По грехам Отцов наших Прости нас Владыка И вот так точно здесь Вот это я вам отвечаю На вопрос Поэтому Никаких вот этих Мотоциклов Что они ездят Он батюшка Садится Там крутит Скоростядает Пустое это все Они остались Такими же Буйными Помешанными Это скопище бесноватых И на текстах А вот можно узнать Вы сказали Там у Златоуста Где-то есть О причастии Что можно в руки Брать И где это можно найти Златоуста Поисковик запусти На него И все Причастие И больше ничего не надо Это таких проповедей Много у него Притом Вот допустим О клятве Ну а клятве нельзя Присягу Когда дают священнику Должность Это рукополагают И дает он присягу Присяга Это и склятва Златоуст говорит Даже на порог церковный Не запущу А сколько раз Ну я насчитал У него 78 раз Говорит он 78 раз А ты скажешь Ну а я хочу узнать Конкретно где Ну я поисковик Запусти Златоуст 12 и том И дальше оглавление По оглавлению Там при счастье Запусти Контр-ЛФ И сразу найдешь В руки брали Еще во времена Златоуста А когда перестали Там не указаны Границы эти Вот как пост Во времена эти Был один пост Он апостольский Пост 69 правило Так они меня Что я называю правило Это у него Знания от сатаны А у них Тима не знает нищего Это от Бога То есть у них Все перевернулось Когда я называю Глава Стих Библии Эти знания Невозможно иметь Человеку Это сатана Ему дает Еще могу сказать Я 50 лет учусь А ты не одного дня За это время Я в минимум 10 университетов Кончил Но я Не имею Образования Никакого Просто я люблю Моего Господа Люблю святых отцов Вот и все Игнатьич Колосиным 2.8 Смотрите Братья Чтобы кто Не увлек вас Философию Да С ним Обольщение По преданию Человеческому По стихиям мира А не по Христу Как найти Грани Вот этих Обольщений Как вообще Понимать Это можно Не увлек Философию Философия Это любить Мудрость Он имеет Ввиду Языческую Философию Пустым Пустым Обольщение По преданию Человеческому Почему Потому что Они По преданию Этого нельзя Трогать Это не Прокасается Надо Понедельничать У православных До ноздрей Это набито И главное Это толкование Блаженного Филакта Зайни наш Трехтомник Третий том Открой это место И увидишь Все Больше Он имел Конечно Философию Он называл Не святых Отцов Их не было Еще Он имел Ввиду Языческое Когда они Доказывали Туда попадает И Сократ И все Которые были С ССРО На кого Опирались Кого Господь Наказывал За это Ну вот Философия По стихии Мира Вот Философия Стихии Мира Вот сейчас К примеру Ну Вот политика Вот это Сейчас Целая стихия Вот Она может Увлечь Это политика Это как раз Аносится Конечно Может Преобразовать Дать Больше Будете И сколько бы Их не ставили Одно варье идет Не смертельный Голован А один только Такой был У Лескова Других не будет И вот И они Теперь Обольщает народ Обещает Свободу Будучи Сами Рабы тления Я не хочу Голосовать Не у нас Я не знаю Кто ходит Или нет Мы не запрещаем Но объясняем Кого ты выберешь Когда ты не знаешь Если бы выбирали Двое Вот Человека Который верит И сказали бы Он будет решать Там Городские Какие-то вопросы Не проблема Не люблю это слово И неверующего Я бы пошел Голосовать Зная его лично Чтобы он Сделал добро Помог вдовам Многодетным Ну и все остальное Чтобы казну Не разворовывали Но они его Убьют Такого человека Я не могу Назвать фамилию Я мог бы Поискать в интернете В городе Томске Избрали депутата И он будто бы Это я говорю Уже Так Будто бы Он потерял Обе ноги Во время Афганской войны Там Рассяжка попала Или что-то И где-то там В Чечне Ну Его избрали И он раз за разом Проходит Его оставляет живым И он надоедает всем И к нему Самая с маленькой просьбой Какая-то Придется рушонку Он старается выполнить Это вообще удивительно Когда избирает человека Бывают у него такие Еще юношеские порывы Да я для народа Посвятим души Порывы Посвятим народу Как говорит Некрасов Ничего не посвятишь Через два года Ты должен быть как все Или тебя убьют У тебя выхода никакого нет Потому что лоббирует Интересы определенной группы людей И ты будешь голосовать Чтобы набрать голоса Демократия Один из самых худших Видов управления Вот как Меня спрашивают Вот заметьте Путин сказал Отменить губернаторские выборы И ставить кого он хочет Правильно это или неправильно Правильно абсолютно Так всегда делал царь А кого ставят Когда он против его пойдет Правитель должен иметь Хорошую защиту и сзади Он должен ставить Вот здесь поставил Карлина Александра Богдановича Его не выбирали После смерти Евдокимова Михаила Сергеевича Правильно Ко мне вопросы идут А вот сейчас Патриарх там Дробит эти Епархии Разве это можно Можно Патриарх делает правильно Патриарх Кирилл Он делает правильно Потому что Большая территория Вы не бываете нигде И которые раздробили Их еще нужно раздробить Может быть на три части Что в каждом городе Был епископ В каждом Сколько городов Столько епископов А бывает еще и Викарный В том же городе Тогда они будут Ходить к народу Меня спрашивают И епископы спрашивают Ропщик не надо Он правильно поступает В данном случае В данном Конкретном случае Вот А они не понимают Плохой патриарх Там плохой Путин А правильно ли Путин делает А вот там русские люди Надо защищать Правитель вне церкви Мне не надо его Объявлять вне закона Я должен только молиться Что Бог Благословил его Умудрил Дал ему страх Божий Но он должен стоять За порогом церкви За то что Сжигал святильники Там минору У евреев И за то что Там у него Если только есть Другая жена Сейчас что-то Каба его Подсовывает ему Ребенка есть Я вчера тут говорил У Путина Развод был Я говорю А вы видели Что он минору зажигает Ну да Это снимки были Заодно это по канонам Он должен быть отлученный Он должен стоять За пределами церкви Он не имеет права Заходить в храм теперь Понятно И он должен это признать Если он православный А не ломать какую-то фигуру Второе А у евреев правило есть В Израиле Если женился Жена любит тебя Нормально Рожает каждый год Но они девчонки идут Через 7 лет Имеешь право развестись Оставить ее С семью ребятишками В стране нужны солдаты Она не может солдата произвести И Путину так У него двое детей было Две дочери И они ему может посоветовали Они же умные стратеги Теперь развестись По нашим законам можем Может быть он тайно иудей И Кабаева сразу родила сына Если только это от него Я говорю если Потому что анализ не брал пока Вот так И его обвинять не надо Если он не иудей То иудей А вот жена Она еврейка Вот у медведя Вот у друга Она хорошая Светлана Но еще дальше Она еврейка Ну и дальше Это что Она стоит в храме Молится Выгонять ее Она ничего не нарушает Она признает спасение Во Христе Ну неправильный подход Совершенно А вот он такой Он безвольный Там какой Он нормальный Он не путается Под ногами у Путина А Путина У него Сама фамилия Говорит об этом Поэтому У него Говорящая фамилия И не лезься А только молитесь за него А вот они Там Америка Будет то что от Бога назначено Америка пусть не стращает Бог даст ей Один и два метеорита От нее ничего не останется Вот и все Бог Великий Бог Егова Он решает И я прошу Во имя Иисуса Христа Моего Спасителя Господа и Бога Бога Вот как раз Вот у меня вопрос Как раз По откровению Иоанна Богослова Есть Вот я сейчас Зачитаю Два параграфа И когда он снял Пятую печать Я увидел Под жертвенником Души убиенных За Слово Божие И за свидетельства Которые они Имели И Возобили они Громким голосом Говоря Да более Владыка Святые истины Не судишь И не Пустишь живущим На земле За кровь нашу И даны были Каждому из них Одежды белые И сказано им Чтобы они Успокоились Еще малое время Пока И сотрудники их И братья их Которые будут убиты Как и они Дополнят число Откровений Иоанна Богослова Вот Хочу узнать Ваше мнение Почему Души праведных людей Выпьют К отмщению Во-первых Это не люди А души Души Праведников В родительном Поддержившей Души Принадлежавшей тем И кто Тех Которые Умерли Пролили кровь Только они О других не говорится И они Знают Что на земле Происходит Вот доказательство Адвентистам Другим Что она Кровь Неотомщенная И вот теперь Кровь Это отомщается Вот этот Майдан И все идет Оттуда Вот откуда идет Молитва На небе Они рядом И видно Что им отвечает Господь Чтобы они Успокоились На малое время И что это время Бог наведет порядок И они будут В Евросоюзе Нет конечно Пока Остальных не добьют У Бога Это другая шкала Которая Дополнит Число Ваше Подождите Моленько Еще Я Бог Говорит Не буду еще Убивать Безбожника Потому что Еще Севера Еще не побитые Вообще Ты Моленько Вне к ним Это смысл Ты все Отойдешь А почему молятся Справедливость Так они что Отомстить хотят Да нет Они хотят Чтобы эти люди Обратились через наказание Они молятся Об их обращении Вот такое толкование Андрея Кесаренко Подокийского Архиепископа Вот Надо еще понимать Даже молитва И о чем она идет И от кого идет Вот и все Мне вот Мне вот Лично По этому вопросу Интересен Вот такой факт То что Сейчас Эти души Наконец Вот в таком состоянии Уже Божественном состоянии У них все равно Вот такое чувство Они вопиют Отмщение Вот Почему такое Вот Неспокойствие У них Я ответил уже На этот вопрос Чувство справедливости Нарушено А мы знаем Что у Бога Такого не может быть Иоанн Латауз говорит Что если здесь На земле Нет отмщения Это самое лучшее Доказательство Что будет суд Божий Мы знаем Бог справедлив И все свят А как же Убили праведника А НКВДщик Сегодня Получает пенсию Большую И их никто не судит Почему фашистское Отродье судили Германия Коммунистов не судит Зараза коммунизма Памятники этому Людоеду Ленину Остались На площадях стоят Почему они просят Нету справедливости Значит тогда Здесь не отмщается Значит справедливость Должна восторжествовать А на земле ее нету И смысл одна Значит в другом месте Где на суде Божьем Вот так и эти говорят Почему не встишь То есть они приближают Время пришествия Христа Это не справедливо А они убили Справедливости нету И Господь говорит Вы еще не знаете Ваше число Неполное Вас только еще убили Всего только 50 миллионов А должно быть 150 Самое большое гонение Будет при Антихристе И тогда полное число Как святые говорят То число Которое падшее с неба Демоны Освободили квартиры Жилища Обители Будет дополнено Опять заполнится Такое же число Сколько пало демонов Ну Вообще мысль здорово Хотя утверждать На основании Священного Писания Нельзя Но нам в этом Господь говорит Много обителей У Отца Небесного И может быть ради этого Только Чувство справедливости И когда говорят А как мать может В раю радоваться Видя на суде Божьем Что ее сын Или дочь В ад отсылаем В людях будут То к чему мы стремились И не достигли Чувствования Какие во Христе Иисусе Господь возрит на них С гневом Огненные Очи его Все это написано В Откровении Это написано У Даниила И третья книга Ездры И в людях этих Будет такое же Презрение и ненависть К тем Которые не приняли Христа Христос На них гневом смотрит И родная мать будет смотреть В ней будет Чувствование Которое от Духа Святого А в нас сейчас Таковременами Касается Ой жалко Вот жалко Я говорю Зачем ты плачешь? Муж тебя гонял Ты ночевала в гараже Да Умер теперь Пьяный А ты плачешь о нем Ты что делаешь-то? Ты зачем это делаешь? Сын гонял ее Теперь погиб Погиб Это тяжело Тяжело понять Тут Господь учит вроде бы Молиться за подобных людей Прощать подобных людей А тут же Уже С Господом Которые груши И вот идет К отмщению Еще раз повторяю Что речь идет О обещании Восстановление справедливости И когда людей Бог наказывает Кого я люблю Они просят О проявлении Божьей любви к ним Они живут Посмотри там Что этого Генерального прокурора В шонке Что Сколько их там Сколько их там набралось Всякой гречки И прочей Пакости А сколько здесь Миллиардеров И они живут И ликуют Об этом И его говорит И детишки их Как телята Прыгают перед ними Почему нам нужно Толкование А они этого требуют И теперь здесь сижу Значит Есть ты Бог И там еще один такой был Розавр такой Везде в стране И он Под окнами комсомольца Вечером Подслушивает Кто еще скажет И он забрал Двух своих братьев Молодых Ну и С собой А когда воздал Только впереди Он был комсомольцем Был в армии Ну кто-то узнал Что у него родители Были богатые Раскулащенные Начальник вызывает его Он Сысоев Командир Пулеметного расчета Явился Он как ладошкой Брякнул по столу Контра Какой ты комсомолец У тебя тесто Раскулащенный Я так весь изжался И он тогда ему Волщий Билет в зубы Ничего не дал И выгнали его Из армии Как он до дома доехал А дома с голоду умирает И он теперь С этими ребятишками Уехал в Ташкент Кормить то надо И видит вечером Под котлоколокотла Там группа собралась Он подошел А вы кто будете Да кто мы Шпана воруем Он говорит У меня двое братьев Возьмите их Научите своему ремеслу Своему ремеслу И наконец-то он попадает Его на работу не принимают А не работаешь Значит ты тунеядец Его посылают В ГУЛАГ И он теперь там работает А к Богу все еще не обращается И вдруг говорит Я считаю В газетах Начался 37-й год Военных туда И его полковника этого Арестовали Как контур И расстреляли Я впервые Широко Перекрестился И сказал Есть ты Боже Долго Терпишь Да крепко бьешь Вот это необходимо Я два примера И увидел Стефан Стоящего Иисуса Хотя он сидит Одесной отца Вот как надо понимать Инна Терпишь Вот евреи Когда их Иисус Человека было убито 32 вдовы Это впервые у них было Справедливо Или несправедливо По человеческим Несправедливо А побольше справедливо Если ты скажешь Несправедливо Ты поступаешь Как безбожник Бог решил так Решил отдать Эту землю Моовитям Хитеи Перезеи Отдать Отдать Народу Который лучше их А когда они плохо стали Господь отдал Эту народу Другим А сириане пришли А евреи пошли в плен Евреи решает Герцель Учит их Об этом 48 год Они возвращаются В сионизм Возвратиться К горе Сиону А правильно ли они поступают Обетование Данное Богом Не потеряло силу По человечески Это несправедливо Согласно Библии Так и должно быть Вот и все Моя-то верующая И вы можете протестовать Что евреи занимают Как протестовать Когда земля отдана им А что она отдана Будет палестинцам Этого нигде не написано И они возвращаются На свою землю Которую Бог Иегова Яхва Ягва Подарил им Им Богоизбранному Божьему народу Иудеям А что эти народы Должны делать Ну там решают ООН и другое Другую территорию Выделят или как-то Или вместе с ними будут Ну там они в Иерусалиме Это есть сектор Тот и другой Вот и все Я рассуждаю Только с позиции Библии А по-человечески Конечно Они не правы Правы палестинцы Которые воюют с ними Но они ничего не добьются Потому что Эта земля Принадлежит Богоизбранному Иудейскому народу Ее нельзя отнять Вот говорит сейчас Жириновский У них там такое Они покупают землю На алтайском крае В горном Алтае Переселятся сюда И бросят туда Бред Сива и кобылы Они никуда не уйдут Они там будут строить Соломонов храм И там антихрист сядет Но остаток Израиля спасется Когда они поймут Кто он такой Эта креатура И они отвратятся Против елеев Поднимет Такую же бойнюю войну Как против христиан У Бога это разнаряжено И вот эти планы Хьюстонский Далецкий Процесс Которые Они там Называют план Они ничего не значат Никакой роли А истребить Славянский народ Они думают Оставить золотой миллиард Не будет этого Треть Часть зеленой травы погибнет Треть Если 7 7 миллиардов Дели на 3 части Одна треть Сколько будет Ну 2 миллиарда С небольшим Вот это Столько людей погибнет Вот и все Вот у меня У меня евреи Спрашивают О том что До второго пришествия Сохранится Иерусалим Сохранится Сохранится И там В этом городе Будут проповедовать Еноха и Илья Два пророка И они убьют их И будут посылать дары Ибо они мучили Людей И они взойдут на небо Через 3,5 дня Это 12 глава Апокалипсиса И евреи сохранятся Это нация Неприкасаемая Хочешь быть благословенным Ты герой Спортсмен Или парализованный Я еще раз повторяю Первое благословение Это благословляя евреев Всегда Господи Благослови Чтобы они приняли Тебя как мессию Бога Господи Сохрани эту нацию Как закваску Как то что доверено Слово Божие И последнее Плати десятину И ты будешь непроклят И ветхом зависти А в новом Прими Христа Спасителя И в этом благословение Вот Об еврейской нации Мы молимся каждый день А отдельно Об японской Чтобы Бог дал им Хорошую землю И они могли тут Обратиться Вот так Понятно Мы должны говорить Так как говорит Слово Божие Никому не угождая Для меня мало значит Апостол Павел говорит Пришел к апостолу Но они на меня Нажили иго Он говорил им Они приняли Они для Языщиков Для евреев А я для языщиков Послан один во всю вселенную Я проповедую так Моя биография Конкретно перевожу На себя Ее нельзя повторить А ты хотел бы быть другим Каким другим Ну вот как видишь Что против А чтоб тебя Хвалили Добра не Бог Горе вам Когда все будут Говорить хорошо Чем больше у меня врагов Чем больше они мне Поносят в интернете Всюду Чем больше я убеждаю Что я угоден Богу Моя жизнь Не похожа на их жизнь Они меня ни в чем Не могут упрекнуть Я ему даю 136 Свидетельств По святым отцам По канонам По житьям У него ни одного Ну и еще должен верить Вот и все Вчера Вчера один человек Вот тоже мне пишет Пишет такой комментарий К видео Говорит Вот я посмотрел еще раз Вашу беседу С Игнатием Тихоновичем И еще раз Убеждаюсь в том Что Игнатием Тихоновича Прославляет себя Вот он такой Вот такой Рассекой Вот Я вот Хотел ему объяснить Я потом думаю Не буду Может быть Как-нибудь потом Я вот знаете Что подумал По этому поводу Ведь все мы Все мы люди Все мы Себя любим Любим Какие бы они ни были Мы кривые Косые Или хромые Мы все любим себя И все мы Все-таки В душе Стараемся Перед другими Выглядеть лучше Понимаете Как Вот В основном Люди прячут Вот это Видимо Какой-то гордости Или В учительской Они вот это Скрывают Вот это Самолюбие Вот А есть люди Я же говорю Которые этого не скрывают Которые просто Врать не умеют И говорят о себе Открыто Тем более Когда есть Что сказать о себе Ну вы задали вопрос Для всех сделался всем Апостол Павел мне сказал Петр Сделался для всех Говорит Я сделался для всех Я для евреев был Как евреи и иудеи Я для подзаконных Как подзаконные Я это считаю И говорю Это моя жизнь Что я должен сказать Я даю Не какие-то постулаты Аксиомы А это Теоремы Аксиомы Здесь никакой нету Я определенно говорю Вот это Написал Павел Про себя И это во мне Отобразилось Говорят Невыполнимо Выполнимо И какое бы место Я не считал канон Я говорю Выполнимо А как вы докажете Моя жизнь Наша община У нас все это соблюдается Подо меня специально Священники Уж групповые Собираются Чтобы доказать Что мы хоть одно Правило нарушаем Как Сысоя От Сысоя Вы до Нила Сунулись Ну что вы в путешествии Бываете Вы тоже нарушаете Без лопатки Идете Я говорю Я как раз С лопаткой сфотографирован Все Они задохнулись Там нет вони Потому что Среди нас ходит Господь А вы в это не верите А я в это верю Что я сказал Сейчас в вашем ответе Где я себя показал Я сказал так как есть Павел говорит Я Павел не боюсь Ты придирись к Павлу Почему ко мне придираетесь Ты считаешь Для тебя это мертвые слова А для меня живые 50 лет живу Я этот дар получил Еще в 62 году От Бога И я не уступил Ни одному Ни архиерею Ни патриарху Для меня они Никакой роли не играют Так сказал Господь Слово которое я говорю Оно будет судить Оно 12.48 Евангелия Тиана Для меня это сделалось Эпиграфом И поэтому Для меня мало значит Как судить обо мне Павел говорит Если бы я угождал людям Не был бы рабом Христовым Послание Галатам Угождать людям И считать себя Я раб Божий Это невозможно Несовместимо А у вас совместимо У меня совместимо С первого дня Я никогда Ни одному человеку Не угождал Сейчас говорят Ну вот вы против мощей Не говорили Я наоборот за мощи говорю Что похоронить надо Я где против то Сказал то Ну вот вы говорите Священники Так поступают Нет благодати Какая там благодать Он уголовник Его судить надо Прикрылись благодать Его в храм нельзя пускать Он мужеложник Мирянин отлучается на 30 лет Какая там благодать Что вы играете Я бы мог не говорить этого А они меня готовы сожрать Ослепить Я говорю не перед кем Не склоняюсь Не перед кем Почему Я встал перед Богом Чтобы это сказать У меня позади ночь День Я скажу Я немного о другом хотел Игнатий Тихонович Вот Допустим О самолюбии Вот допустим Я самолюбливый человек Ну Господь же Заповедует Любить себя Любить себя Вот И я что еще хочу сказать Вот для людей Которые будут слушать К примеру Вот этот ролик Я хочу напомнить Что вы С детства Как говорится Рождены Честным-честным человеком Вы не можете Скрывать Никакой неправды То есть Говорить никакую неправду Не можете Вот к примеру Не запомнилось И хорошо Примеры С детства Это вашего Когда Братья ваши Там Или Курили Или что-то еще А родители Их ловили И вы плакали Не могли сказать И плакали Поэтому родители Узнавали Лгут они или нет Говорят правду Или нет Вот Вы даже Вот в детстве Не могли Скрывать ничего И вот Не можете Лукавить Поэтому Открываете И о своих делах Рассказываете Но вы рассказываете Потому что Вы талантливый человек Вы талантливый во всем И поэтому Так получается Понимаете А людям кажется Что вы В гордость Такой В гордости В такой Себя прославляете Дело-то в том Сергей Меня не интересует Их мнение Это в общем дело-то Если бы Меня интересовало Ее мнение Я бы сейчас стал По-другому Как-то говорить Он узнал Я говорю о себе Ты Эту мою Что вы говорили Сейчас Напиши это на бумагу Не найди Где я говорил о себе Я когда предлагал Это Они ничего не могут сделать Я говорю Вот написано Писание Но выполнимо Я говорю Я перед вами Я выполняю это Еще должен сказать Еще должен сказать Когда ты опровергаешь Слово Божие И лучшие доказательства Я перед тобой Я не просто говорю А выполняю это Все до одного канона До одного Повторяю В общине Ни один канон Не нарушается Больше такого общины Может и не было никогда Так вы хвалите Так есть чем похвалиться Это моим господом А без бога Это можно сделать? Нет Этого нельзя Поэтому Мнение-то их людей Меня совершенно не интересует Я недавно нашел Против меня Против меня Это умные Адекватные люди И вот говорят Ну это просто Вы не знаете Они не знают вас просто Так меня даже это не интересует Знает он не знает Я поставлен быть трубой Божией Я избранник Божий Я обязан возвестить это У меня любимый пророк Иеремия Иди Чтоб я не поразил тебя И не бойся Говорит Господь Я мог бы не говорить этого И никто бы не знал Я не могу говорить Внутри меня Он говорит Был как бы разлитый огонь Я хотел И не мог удержать это Вот и весь сказ Они ничего не понимают Люди говорят Я писал генеральным секретарям Которые были Обличительные письма Воу-воу Всем патриархам Пусть они мне найдут Одного человека Одного Который с божественной стороны По Евангелия Обличал бы всех генеральных секретарей Коммунистической партии Советского Союза И всех патриархов Начиная с Алексея Не заботясь о своем будущем Вот и все А что они могут сказать? А ничего Я недавно Зашел В интернет тоже смотрел И там обо мне Кто говорят Но никого нет Я один Обернусь Никого нет И тогда маленько Можем улыбнуться Чтобы не осудили Такие выдумки Столько говорят Ничего не знает совершенно Я бы им отвечал чего-то Я только перекрестился И сказал Господи Мой путь угоден тебе Потому что врагов Все больше и больше И притом ни один не видел меня Ни один ничего не считал И не знает Ни через одного Никто не пришел Православие Они не знают православие Покажи веру твою Без дел твоих А я и сделал моих Я покажу конкретно Вот люди Вот баптисты Вот которые стали православными Вот они рядом сидят со мной А они-то не могут ничего показать У них нет ничего И не просто они перешли в православие И делались такими, как вы Гнилыми Они настоящие Они истинные Вот и все Почему их интересует моя биография? Вот сколько я считаю Констакрая нету Пошел, считал, считал Сто отзывов нашел Всех-то там-то другое Ой-ой-ой Моя биография Я сижу и думаю Какая она интересная Они день и ночь Вокруг нее приплясывают Подвизгивают Как вокруг колокольни Как Ольве Толстом сказано было Вот и все Моя биография Их интересует А их меня не интересует И тем более Они нигде не подписываются И напасть ни на кого А он меня поносит А нигде ни имени Никого нету Обыкновенные бездомные шавки Еще я буду с ними спорить У меня дел много Мой сегодня главный Вот главный сегодня Урок Не пропустить Момент Когда мне надо молиться будет Вечером Чтобы я вовремя был Канон Андрея Критского И не менее Семи раз Только днем Я должен помолиться Перед Богом За Украину За несчастный народ Это моя обязанность Никто на меня не накладывал Но глядя на меня Вот то что я говорю Сейчас многие уже В интернете Мы тоже стали Правда не получается Еще семь Тарас Но уже до пяти раз Дошли на молитву Покажите Где вам Подражают Вы мне не можете Подражать В моей жизни За одной десятину Умираете Вот и весь сказ Вы не можете Этого делать Не можете Вы поносите Это означает Мой путь угоден Богу И я их всех Этих людей благодарю И скорблю о них Вот у них другая планета И прошу Господи Не наказывай Они малые дети Меня Бог Подготавливает На что-то высшее Это я точно знаю Меня ждет Какое-то северное Все время Постоянно Один сон Где-то с северными Реками Лед И меня туда везут На корабле Что это за сон был Не могу объяснить Видимо это впереди И вот нынче Мое путешествие Я его на молитву получил Пусть кто-то его повторит Даже то что мы сделали Никто Ни один И не где-то Во всей вселенной Почему Сначала этот труд Надо иметь Свой труд 38 книг И теперь положить Все отдать на алтарь Бога И ездить В лесополосах Где-то ночевать С чем попало питаться Что попало пить Вернуться живым Тысячи километров Каждый год Мы объезжаем По экватору Земной шар 40 тысяч километров Но нынче Видно больше будет И все для того Чтобы дать 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 Блажение давать Ну Что ропщики Я говорю о деле Я побуждаю вас к этому Я не скрываю об этом Не скрываю Это Бог сделал А вы хвалитесь Хвалюсь Моим Господом Он нас везде Сохраняет И сохраняет Вот и все Так вы ничего не делаете Поэтому Разговор Еще раз Пустотой С нуль Они считают Допустим Они считают Так что Допустим Намного бы Как говорится Было бы Интеллигеннее Если бы кто-то О вас рассказал Понимаете Не сами вы О себе А кто-то Рассказал бы Как он скажет Так когда не было Не ночевал Что он скажет Я кому-то должен Передать это Значит Тут явно Что сатана Он не хочет Чтобы это было известно Это от дьявола Город на вершине горы Павел говорит Можно скрыться Чтобы люди видели Ваши добрые дела А чтобы они были видны Я должен показать Это Что вот Можно в этой Непрерывной Вот Дезорганизации В государстве Можно работать Мы показали Это при советской власти Они говорят Да сейчас еще нельзя Не сделать Тут дефол Тут рубль И прочее Для меня этого Ничего не было И никогда не было Препятствия На котором бы я сказал Делать ничего нельзя Мы остановились Ни разу Во всей жизни А кто будет говорить Они это не знают Я их увлекаю за собой И Павел об этом говорит Я более всех потрудился Более был в гонениях Более в путешествиях Чего вы привязались Ко мне то Потому что То что я говорю Оно режет их Они понимают Что они никто Жили в той же Самой обстановке Ели Что хотели Блудили С кем хотели А тут ничего этого нету И для чего я делаю А этого не случайно У него какая-то выгода И вдруг выгоды нету Ну подождите Еще что впереди будет Да мне уже 74 года Жизнь человеческая 70 лет При большей крепости 80 А у меня 80 На крепость не хватает Что их так трогает Ну сказал я И что из этого Сказал А то что это сказал Показывает Что и они могли бы Они могли бы И они уже До суда Божия Себя осуждают Мы могли бы Но этого не сделали И этот один Златоуст говорит Который сделал Осудит всю вселенную И вы могли это сделать А вы этого не сделали Поэтому Говорите А сейчас нельзя сделать И потом моя биография И то что я говорю Оно буквально разрывает их И они ищут А что-то у него не так И вдруг я всех людей Зову московскую патриархию Тут у них не совпадение Они ничего не могут понять Как так Мы его убиваем Он к нам людей гонит И ни разу за 50 лет Я не выводил И не уводил никуда Только в московскую патриархию Всех до единого В тысяча встреч Это вообще необъяснимо И они заглыхают В самом деле И сейчас когда они меня исследуют Вот Сергей Дудин сказал Сейчас там исследовать будут У них Миссионерский отдел Чего они будут искать Ни в соответствии Ни с Библией С них С их багажом Тут искать не надо Мы не такие Мы другие Я сейчас поеду Если Бог благословит И где я буду ночевать Какие беды Какие опасности Это все государства пройти Это страшно подумать Это невозможно Дальнобойщик мне пишет Этот Марьясов Я много ездил Но такого не было И можете проехать Ниоткуда я не знаю Нас пугали Дагестаном Пугали Азербайджаном Чечней И все это уже позади Сейчас пугает Украина Нам как раз уходить Крымского полуострова Проходить будем Ну мы посмотрим Можем через Беларусь войти Но я думаю Пойдем прямо У меня громадная вера И поэтому они Сравнивают с самим собой Ясно что мы разные Мы очень разные В одеянии Что есть Я мог иметь другое То они не платят Десятину Они неблагословены Они воюют против евреев Они неблагословены А я их благословляю Я благословляю евреев Поэтому понятно Их отношение ко мне Но меня главное Это не трогает Для меня мало Значит как обо мне судят Павел Я и сам себя не сужу А другие Скажи вы другие Сколько вас других Почему никто не говорит У меня нету Чтобы секретаря сидел И говорил А вот Лапкин то платит Не одну десятину Давайте мы будем платить Никого нету Я обязан сказать Чтобы талант данный Бога Мне не был зарыт Я его умножаю А они говорят Не надо чтобы никто не знал Это люди Которые Божье Писание не знают Я его умножаю Говоря другим Они говорят Я услышал что можно делать И я начал уже Сколько людей мне это говорят Евреи Евреи родин Правильно Вот спросят допустим Вы Также благословляете И сионистов А я не разделяю Я народ еврейский То есть нет у вас разделения Нету Еврейский народ Он еврей А он полукровка по матери Меня это не касается Я в молитве Этого никакого разделения Не провожу Мне не дано Я говорю Господи Благослови семя Авраамова Написано Благословяющий вас Аврааму Бог сказал Благословен будет И я благословен во всех отношениях Одного вот такого вота Как Давид говорит За одной блохой гоняешься За дохлым псом И они ничего не могут сделать Никто ничего не сделает Почему? Дело Божье Оно умрет Такая лисица Божия едет И там только кости Хрустеть будут У них ничего нету И они за мощи За мощи Вся мощь в мощах Разная там канонизация Мне этого ничего не надо Мне нужно одно Чтобы я был Вадим Духом Божиим Чтобы благодать Божия Была на мне Чтобы я слышал Голос Духа Святого И поступал так Как Он повыбливает Я каждый день Прислушиваюсь А что Он скажет мне Господь Я каждую минуту Стараюсь Хоть немножко Но слышите Что Бог мне хочет Чем меня занять сегодня Что сказать Вот Он говорит А пусть говорят другие Ну а ты начинай говорить Говори Доброе благовестие Доброе А что я говорю доброе Ну давайте Организуйте кампанию Я больше никогда Себе не буду говорить Вы только узнавайте Через Сергея Козлова И начинайте говорить другим Выполним давайте Они не пойдут на это Они умрут Ну скажи А почему не говорить О делах Ты его сам правильно делаешь А им это не надо как раз А молитесь тайно А вы стоите у дороги Значит Куда я под машину Должен был залезть Это свидетельство Мы стоим У дороги и молимся Рядом мусульмане молятся Мы молимся Мы благодарим Бога А они не молятся И они ропщат Я могу только пожалеть Жалкие люди Несчастные люди И они никогда не будут Под жертвником выпиять Никогда Они там не будут А жертвенник это любовь Крест Христов На котором принесена Крест Крестная его жертва Еще надо объяснить Что такое жертвенник Я все время рядом стою Да ну это ерунда Все Сейчас каждый день Самому патриарху В молитве показывают Сейчас все показывают Все молятся Что это просто По рукам Если люди так Мне большое внимание Уделяют Очень Но они не знают Что я абсолютно Неуязвим А себя Себя любят У меня себя Любил себя Как вы понимаете Я бы одевался По другому Я по другому выходил По другому спал Все было по другому У меня этого нет От себя Почему я отвергся От себя В первый день Когда обратился Я взял крест Который он дал И тогда последовал За Христом А они первые два шага Не выполнили Две ступени Отвергнутся себя И они по-плоцки судят И суд их неверный Совершенно У нас даже было Такой один Ну подождите Вот говорит Лапкин Заигр Ну подождите Когда-то он Другой ему ответил Ну вот я знаю Уже 15 лет у нас в общине Он один и тот же Ну сколько ждать-то можно Когда умрет только Дескать Не води дружбу Это он какую-то корысть Я не знаю Но без корысти не бывает То есть он знает По своей обстановке где И сам такой И он так судит Я еще могу сказать Нет он Отвергнутся себя Это же Некоторые вот доходили Допустим Те же старцы святые Доходили До такой степени Отвергаясь Что и голами ходили И себя на съедение Комарам отдавали Вот это вот было Полное Я не казню свое тело Я не садист Не мазохист Я знаю Что мне нужно Прикрыть свою наготу И написано Как приличным святым И их я не одобряю Не одобряю Это вопреки Слову Божию Павел не раздевался Не кормил себя комарам И он не шел Чтобы его арестовали Но если уже арестовали Надо держаться Надо держаться до конца А бьют в одном городе Беги в другой Прямое указание Они писание не знают Даже знание Библии Они приписывают нечистой силе И когда коснулось Это я говорю Только Библия священники Да А каноны Теперь я сижу с епископом С секретарем Силарионом Который сейчас митрополит И я ему даю советы Которые люди на него нападают И как его высвободить От этого И он говорит Туда никуда не уходи Сиди рядом Сейчас других вызову И вы еще наизусть знаете Я занимался этим Люди которые услышали Так и по канонам Сатана знания дал По канонам Значит Вот когда ничего не знает Балда Поповская О работнике его Вот тогда это По православному Мощей У нас коровы Когда пасем Корова Чистое животное Но она не чистая Лошадь Если что-то попало В ведро Пить не будет Кожурки там Корова все щавкает И вот бывает Где-то там теленок Сдох там Валяется И наконец Белые кости И корова найдет Эту кость Возьмет в рот Как трубка И ходит Сосет от нее Что есть Корова сосет Я гляжу на этих Которые против меня У них ничего нету Кроме мертвой кости Во рту Вот и все Пускай остаются Со своими мощами Я живым Христом И что ищете Горжевого Среди мертвых Я бы мог не говорить И половина врагов Было Я остался бы с мощами Я говорю Надо похоронить их С великой честью С пением С кавилами С епископом В почетном месте Все Всюду и везде Все изъять Похоронить До одной частички Ну что ж Хоронить Ну пускай Теперь уже остается Чтобы народ Не смущать Ну просто Отвезти людей Вот от этого Поклонения Вот такого Слепого Не будет другого Пока мощи будут Им другое не надо Они эту коль Взяли в рот Как эта корова Так и ходят Я понимаю У меня есть на что смотреть Я жил на степи Я степняк И поэтому Из природы Беру очень многое Вот дорогой брат Все однако Отпускаешь Да Все С Богом С Богом Которые будут говорить Хвала Вы скажи Образуйте Особый комитет Восхвалять лапки Да и он отойдет Тогда Но мне нужно сказать А зачем вы говорите Что у вас книги есть То есть ясно куда бьет Когда я пленки Насчитывал А на златоуста Распространял И меня тогда Попы гвозили А зачем вы другим Говорите Это самое восхваление Я говорю Ну ладно Я насчитал И спрятал Вам это надо Сидят молчат Ну что Рога то ваши Я вижу То есть Чтобы никто не знал А я знаю За зарытый талант Придется отвечать Я за это не отвечаю Данный мне талант Я перед всем миром Высветил Что в этой Невыносимой обстановке Можно работать Будь я на Майдане сегодня И я бы там работал Сегодня же Я проиграю этот вариант А был бы в Крыму В Крыму работал И нигде не уступил никому А звал бы всех К покаянию К смирению Вот и все Ну с Богом Все До встречи Хорни Господь Записывай вопросы Это очень интересно Которые приходят По славу Боже Вот он как По славу Господь Утешение нам Это Господь сделал так Которые бегают Которые прыгают Которые должности имеют Они не могут быть Такими моими близкими Друзьями А вот он есть Который от него отошел И Господь его сохранил Чтобы я с ним встретился Я его Хочется Другой раз Назвать даже Мой Сергей Думаю Как бы Еще не подумал Мой Настолько я его полюбил Он мой То я выключать буду Все Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok